В старинных натюрмортах каких-то удивительных вещей не встретишь. Вот посмотрите, например, Питер Класс, натюрморт с черепахой. Действительно, музыкальные инструменты, еда на столе и, неожиданно, черепаха. Что за черепаха? Зачем черепаха? Заволнуетесь, может быть, вы не волнуетесь? Я сейчас все объясню. Добрый день, друзья! С вами Алексей Пашков, историк, искусствовед, гид по Петербургу. Сегодня попытаемся разобраться с этой самой черепахой. Что она там делает? На самом деле, загадку черепахи разгадать не так сложно. Натюрморт класса, это не просто натюрморт, это классическая аллегория пяти органов чувств. Я думаю, после этой подсказки вам все сразу стало ясно. Музыкальные инструменты – слух, зеркало, зрение, еда, вкус. В левом нижнем углу – табакерка и трубка – обоняние. Ну, а черепаха по остаточному принципу – осязание. Казалось бы, все понятно, но остается вопрос. А почему осязание олицетворяет именно черепаха? И вот это интересный момент, на котором стоит остановиться подробнее. На самом деле, черепаха очень часто выступает как символ именно осязания. Самая, наверное, известная аллегория осязания в европейском искусстве – это большая картина, написанная, видимо, вместе Рубенсом и Брейгелем. Ну, собственно, они вместе создали серию как раз из пяти полотен на тему пяти органов чувств. Вот осязание. Другое название этой картины – «Венера в кузнице вулкана». Сюжет заимствован из поэмы «Вергилия Энаида». Венера приходит к вулкану и просит изготовить оружие для ее сына. Что мы здесь видим? Венера, которая обнимает Купидона, и это сразу же указывает на сюжет, осязание, объятие, множество доспехов и оружия. И я думаю, интуитивно понятна их связь с осязанием. Осязание – это ощущение тела. Самое яркое, наверное, ощущение нашего тела – это боль. Боль, причиняемая раной. Так что тут есть доспехи, которые защищают тело от боли, и оружие, которое причиняет эту боль и раны. И, кстати говоря, заметьте, что не только оружие, а еще и хирургические инструменты как раз вот в правом нижнем углу. И там же, в правом нижнем углу, вы увидите черепаху. Отчасти вот эти вот доспехи дают ключ к пониманию черепахи. Так же, как человек закрыт доспехом, точно так же, простите, и черепаха закрыта своим панцирем. То есть, отчасти, видимо, черепаха выбрана как символ осязания от противного. Это животное, которое в наименьшей степени наделено осязанием. Оно уже в панцире живет, панцирь ничего не чувствует. Но тут есть еще один более сложный и более глубокий смысловой слой, который я вам тоже хочу объяснить. Потому что это любопытно. Давайте окинем взглядом историю того, как обычно изображали осязания. В средние века символами осязаний были те животные, которым Аристотель приписывал наибольшее развитие того или иного чувства. Как вы понимаете, вся средневековая культура базируется на античности и во многом как раз на Аристотеле. Распределение животных по разным ощущениям было довольно странным. Оно вас удивит. Но, тем не менее, зрение рысь, слух, как ни странно, кабан, вкус обезьяна, обоняние сокол, а осязание паук. Паук, который плетет свою паутину. И часто в средневековых эпохе возрождения аллегориях вы увидите как символ осязания именно паука. Ну, как, например, вот здесь. Но со временем образ осязания начинает трансформироваться, потому что меняется само отношение к этому ощущению. В античности отношение к осязанию было нейтральным. Одно из пяти чувств не лучше и не хуже любых других. Но вот в средние века, особенно в эпоху позднего средневековья, отношение к нему становится более негативным. Если представить себе некую иерархию органов чувств, ну, так, как она видела средневековым мыслителям, то, естественно, на вершине будут зрение и слух. Ну, потому что зрение связано с чтением, то есть с восприятием текста, чтением Библии, да, восприятием Слова Божьего. Слух связан с восприятием речи на слух, то есть, опять-таки, с передачей абстрактных идей. А вот внизу пирамиды окажется, естественно, осязание. Потому что осязание – это наиболее низменное чувство. Оно в наименьшей степени связано с чем-то абстрактным, оно самое материальное. Оно больше всего связано с нашим физическим телом. С телом, с кожей, с прикосновением, с искушением. Именно осязание считалось ответственным за все телесные импульсы, которые, естественно, были греховными и с которыми нужно было бороться. Поэтому в эпоху, особенно позднего средневековья, появляются аллегории осязания, которые подчеркивают опасную, губительную природу этого чувства. Ну, например, есть вот такая вот гравюра. Здесь осязание – это дама, которую за палец кусает. Ну, то, что нарисовано, больше похоже на ящерицу, но там на самом деле есть подпись. А подпись такая – стоило мне на секунду показать свою привязанность, ну, видимо, имеется в виду к кавалеру, и, о ужас, скорпион кусает меня за палец. То есть осязание превращается в мерзкую, ядовитую, опасную тварь, которая жалит и язвит. Выбор скорпиона может быть как раз-таки связан с тем, что изначально осязание было пауком. От паука до скорпиона один шаг, но при этом, сделав этот шаг, осязанию придают вот этот вот негативный характер. Ну, а от скорпиона недалеко до любых других тварей. И есть, например, вот такая олеговая осязание. Посмотрите, это женщина. Там есть, кстати говоря, черепаха внизу справа. Там, если присмотреться, есть на дереве паутина, то есть паук – классический символ. Но ее ногу оббивает змея, которая жалит ее. То есть всяческие ядовитые, кусающиеся рептилии ассоциируются с осязанием. Это опасное чувство. А отсюда, естественно, возникает идея контроля. Осязание – это чувство, которое нужно подавлять, от которого нужно защищаться. И вот, может быть, это вторая, скажем так, смысловая нагрузка, которая появляется у черепахи. Черепаха, повторяюсь, так же, как человек защищен своим панцирем, своим металлическим доспехом, так же и черепаха защищается своим панцирем от губительных и искусительных воздействий внешнего мира. То есть черепаха выражает как раз-таки идею защиты, самоконтроля человека от разного рода соблазнов, которые дает ему его тело, связанное в первую очередь с осязанием. Если мы сейчас еще раз взглянем на картину Брейгеля, то увидим там все те символы и все эти подтексты, о которых я говорил. Есть черепаха в правом нижнем углу. Есть, посмотрите, по центру, на самом переднем плане, вот у ближнего к нам, как бы, края картины, три скорпиона. А кроме того, взгляните, в центре, в воздухе, изображение, ну, если посмотреться, это сокол, который нападает на птицу. Обычно в средневековом искусстве нападение сокола на птицу ассоциировалось с любовной охотой. Точно так же кавалер охотится на свою даму. Ну, и кроме того, есть еще один смысловой уровень. Точно так же дьявол охотится за человеческой душой. Так что вот эта вот идея любовной охоты, греховности, от которой нужно защищаться, вновь сливается с идеей осязания как опасного чувства. То есть все вот эти вот смысловые уровни, да, осязание как ощущение тела, осязание как боль, осязание как источник греха, осязание как что-то, от чего нужно спасаться, они все в этой картине сливаются. Так что, как видите, история осмысления осязаний была непростой, и черепаха своей фигурой как раз отражает все эти повороты, которые проделывала мысль средневековых людей. Да, черепаха это существо, не наделенное осязанием, черепаха это существо, закрытое от влияния внешнего мира на наше тело. Черепаха олицетворяет идею контроля человека и защиты его от собственных желаний. Вот такая вот непростая история. Теперь, если вы увидите в какой-нибудь средневековой вещи черепаху, вы будете знать, что думать по этому поводу.